Искусственное сердце в сумочке вынуждено постоянно носить при себе жительница Караганды Ольга Полянская. Три года назад ее сердце увеличилось в размерах и перестало качать кровь. Сейчас женщине срочно нужна трансплантация. Каково это жить с механическим сердцем на батарейках? Узнавала Людмила Батюшкина. Жизнь 41-летней Ольги Полянской круто изменилась 4 года назад. Когда ее лечили от бронхита, оказалось, что проблема в сердце. В столичном кардиоцентре ей установили сначала стимулятор-дефибриллятор, а затем и аппарат ЛВАТ. Теперь женщина должна постоянно носить на себе трехкилограммовую сумку с аккумуляторами. То есть ни ванна никакая, ни море, озеро абсолютно нельзя. Батарейки нужно менять. Сначала было на 20 часов, хватало сейчас 15-12 часов. Ольга должна постоянно принимать горсть лекарств. Спать может только на одном боку или спине. Ей необходим особый пластырь. Когда в январе были эти события, я у меня в первый момент сразу мысль, думаю, если сейчас везде по Казахстану отключат свет, что делать? Если перестанет функционировать аппарат сам, и все, может быть, остановка сердца. Единственный шанс выжить для Ольги – трансплантация. Но донорских органов в Казахстане почти нет. В очереди около трех тысяч пациентов, из них 340 на сердце. Сделано же за последние 10 лет лишь 86 пересадок сердца. В прошлом году 15 пациентов скончались, не дождавшись донорских органов. При разговорах всегда был получен отказ. Отказ, да, мы знаем, да, мы слышали, но мы не хотим. Без объяснений. Даже мусульманские такие страны, как Пакистан, Иран, да, там даже никого не спрашивают. Там в основном районе. Там очереди нет, и поэтому там только рассматривается трупная донация. Ольга подавала заявку на квоту, но получила отказ, так как программа временно приостановлена. Самый дешевый вариант трансплантации за границей в Беларуси. Женщина начала сбор средств. Из требуемых 110 тысяч долларов смогла собрать 29. Даже если там продам квартиру, да, я оставлю своего несовершеннолетнего ребенка без жилплощади, да, являясь инвалидом первой группы, ну, понимая, да, что я не смогу, возможно, там больше на нее заработать. Ольга подала заявку и в фонд народу Казахстана. На сегодня туда поступило 23 тысячи просьб, а помощи рассмотрены 1313. Сотрудники собираются в Зуме и обсуждают каждую заявку. В фонде ответили, что здравоохранение – это приоритетное направление, поэтому, возможно, Ольга Полянская получит одобрение. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Будьте в курсе всех событий, происходящих в стране, подписывайтесь на YouTube-канал Информбюро 31, ставьте лайки, делитесь своими мнениями в комментариях, а чтобы первыми увидеть все самое важное, нажмите на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok